Это наше утро, 5 августа. Сегодня с вами мы, Любовь Черкашина и Александр Серебренников. Выбираем лучший маршрут для этого понедельника. И для августа в целом. Кстати, плотность автомобильных дорог в республике одна из самых высоких на постсоветском пространстве, да и в целом в Европе. Около 87 тысяч километров дорог общего пользования. Сейчас хотят уйти от строительства новых магистралей, а особое внимание уделить тем, что уже имеются. Ремонт, в помощь. Ну а нам в помощь гороскоп. Этот день обязательно должен быть приятным. Идем дорогами августа. Звезды советуют Овнам выбрать на сегодня более легкие цели. Попробуйте сосредоточить свое внимание на том, что для вас особенно актуально, но не требует особых сил. Общение с приятными людьми позволит тельцам получить позитивные эмоции, поднять настроение и ощутить надежную поддержку со стороны близких родственников. Благодаря удачному стечению обстоятельств у близнецов появится возможность презентовать свой проект. Постарайтесь быть в курсе событий и не снижать работоспособность. Раки. Если вы сможете проанализировать ситуацию и отказаться от того, что считаете балластом, то откройте перед собой новые горизонты личностного развития. В жизни львов грядут судьбоносные события. Звезды советуют вам не бояться перемен и рекомендуют использовать шанс, который изменит вашу жизнь к лучшему. Девы. Постарайтесь быть щедрыми на добрые слова. Действуйте так, чтобы у окружающих оставались от встречи с вами исключительно приятные воспоминания. Сегодня весы могут оказаться в центре важных событий. У вас появится хорошая возможность для того, чтобы проявить свои лучшие качества и стать лидером. У скорпионов отличный день для встреч с интересными людьми, отдыха и впечатлений. Избыток энергии позволит вам в скором времени приступить к новому масштабному проекту. Благоприятный период у стрельцов. Воспользуйтесь хорошим моментом, чтобы скорректировать планы на будущее. Финансовое поступление улучшит ваше настроение. Звезды советуют козерогам не рисковать. Чем бы вы ни занимались, продумывайте все дела основательно. Легкомысленность может создать ненужные проблемы. Водолеям удастся решить некоторые вопросы и найти увлечения, которые позволят вам развиваться дальше. Постарайтесь не реагировать на критику. Рыбы. Если вы займетесь делами, которые вам действительно по душе, то проведете время позитивно и с пользой. Любые поездки добавят впечатлений. Какую дорогу лучше выбрать для начала дня? Ту, в которой есть место спорту. Но здесь есть нюансы. Если вы приходите в зал и сразу запрыгиваете на тренажеры, у нас для вас плохие новости. Спортивные травмы не заставят себя долго ждать. Разминка всегда проводится перед тренировкой, постепенно подготавливая все системы организма к физическим нагрузкам за счет увеличения притока крови к мышцам и повышению температуры тела. Она также помогает снизить риск получения этих самых травм. Ее ни в коем случае игнорировать нельзя, так как многие думают, а сейчас побегу и походу разомнусь. Нет, ни в коем случае надо подготовить свою сердечно-сосудистую систему, свои мышцы к тренировочному процессу. Правильно делать разминку сверху вниз, разогревать мышцы сверху и к низу. Круговые движения головы и постепенно спускаться вниз. А в конце тренировки нужна заминка. Это способ охладить весь организм после мощной физической встряски. Она позволяет постепенно привести частоту сердечных сокращений и артериальное давление к нормальному уровню. А август – это как вечер воскресенья. Но не будем начинать наше утро понедельника с грустинкой. Еще все можно успеть. Главное, что шепчет погода нам. Правда, Дмитрий? Доброе утро, уважаемые друзья. Да, это правда. На предстоящей неделе в нашей стороне ожидается такая умеренно теплая и вполне комфортная погода. Средняя температура воздуха прогнозируется около климатической нормы. То есть погода характерная для этого периода года. Жары обещать не буду, потому что ее нет. Но, к сожалению, без кратковременных дождей не обойдется, особенно в начале недели. Так, по данным Белогидромета, сегодня и завтра погодные условия будут определять активные атмосферные фронты, которые будут смещаться с запада на восток. Ожидается увеличение облачности. В большинстве регионов прогнозируются кратковременные дожди. Большая вероятность гроз. При грозах сильные ливни и шквалистые усиления ветра. Под утро слабый туман и видимость до километра. Температура воздуха в разгородня ожидается. Плюс 20-26. По западу будет, как ни удивительно, более прохладная погода. Плюс 17-19. Ну а что ждет нас далее, расскажу прямо сейчас. Итак, в среду ожидается облачность с прояснением погоды. Кратковременные дожди прогнозируются в основном по восточной половине нашей страны. Местами грозы, пригрозы, шквалистые усиления ветра и, возможно, сильные ливни. Под утро слабый туман и видимость до километра. Температура воздуха в ночные и утренние часы плюс 8, плюс 15. Днем ожидается плюс 22-27. В четверг, а это ожидается такой более спокойный день, прогнозируется переменная облачность без существенных осадков. Под утро слабый туман и видимость до километра. Температура воздуха днем сохранится плюс 22-27. А вот в пятницу и в субботу атмосферными процессами начнет управлять очередной атмосферный фронт, который будет смещаться с запада на восток. Облачно с прояснениями. В большинстве регионов кратковременные дожди. Ожидаются грозы. Пригрозах сильные ливни и шквалистые усиления ветра. Под утро слабый туман и видимость до километра. Ветер западный и юго-западный умеренный. А температура воздуха в ночные и утренние часы плюс 9, плюс 15. Днем прогнозируется плюс 21-27 градусов. В воскресенье также бескотковременных дождей не обойдется. Однако в нашу сторону начнут поступать более прохладные воздушные массы. И температура воздуха днем ожидается всего лишь плюс 18-23 градуса. Вот такая вот неустойчивая погода. Я особенно обращаю внимание, что самые дождливые дни прогнозируются. Это понедельник, вторник и суббота. И что это суббота? Ну, зато мы готовы. У нас зонтики с собой всегда. Дим, спасибо большое. Погода хорошая. Настраиваемся на продуктивную неделю. И продолжаем. И продолжаем. 23 и 24 августа в Зельве будет интересно тем, кто любит погружаться в атмосферу лет минувших. Здесь пройдет уникальный брендовый праздник, который берет начало еще в далеком 1721 году. Речь идет об Анинском кермаше, который может по праву считаться одним из самых старинных возрожденных праздников на Гродничине. Гостей ждут рыбалка, развлекательные программы на воде, концерты и танцы, костюмированные шествия, торговые ряды и аттракционы. Впервые пройдет конкурс на лучшего продавца-любителя. Вот такое путешествие в прошлое. А у нас намечается воеждж по культурным локациям столицы. На связи со студией Александра Ашанова. Саша, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Уникальный выставочный проект во Дворце искусств представляет широкой аудитории творчества 75 современных белорусских художников в направлениях интерактивного, классического и цифрового искусства, связанного темой игры. Здесь полное погружение в цифровую реальность. В первом зале вы можете видеть игру как форму погружения. То есть в белорусском искусстве все же эта тема очень часто отражается как раз таки в традиционных форматах. Это живопись, графика, скульптура. Дальше мы попытались сделать сегмент, который направлен на интерактивное искусство, где каждый зритель может взаимодействовать с предметами и непосредственно участвовать в процессе развития выставки. И следующий зал посвящен цифровому пространству, цифровизации. То есть игра уже уходит от реальности. В экспозиции выставки собраны работы, объединенные одной задачей – показать эмоции от игры в контексте, реальности и воображении. Выставка актуальна до конца августа. В соседнем зале дворца расположилась выставка «Рот Гомельский». На экспозиции представлено более 50 художников Гомельской области, работающих в различных техниках и направлениях – от реализма до абстрактной живописи. Проект «Рот Гомельский» – это размышления о жизни с точки зрения общности людей, мыслящих по-разному, но имеющих что-то общее в душе. Что это – генетическая память, школа, мировоззрение или воспитание? Узнаете на выставке. Если куда сходить и на что посмотреть, наш культурный маршрут проложен до четверга. Красивых вечеров и до встречи. И правда, как там красиво. Очень здорово. Надо бежать смотреть. Стоит сходить. Сто процентов. Если без кота жизнь не та, то без дыни и арбуза лето не считается полноценным. И да простят нас любители зеленых и полосатых, сегодня остановимся на сладких, желтых представительницах бахчевых. Мы собрали для вас пять оригинальных рецептов из дыни. Хотите побаловать себя необычным блюдом на пикнике? Как насчет дыни в медовом соусе на гриле? В сотейнике растопите сливочное масло и мед. Нарежьте веточку мяты и добавьте ее к получившейся массе, чтобы она отдала аромат. Смажьте этим куски дыни и обжарьте их на гриле в течение 3-5 минут. В процессе обжарки можно продолжать поливать дыню медово-мятным соусом. Главный ингредиент испанского гаспачо – томаты. Но представьте необычное блюдо желто-оранжевого цвета из дыни. Огурец, лук, дыню очистите и мелко нарежьте. При помощи блендера все измельчите. Добавьте воду и посолите. Когда масса станет однородной, добавьте оливковое масло и свежемолотый перец. Вновь все тщательно перемешайте. Дынное гаспачо готово. Подавайте его охлажденным, украсив веточками мяты. Сицилийская гранита из дыни с черным перцем – неожиданное сочетание. Измельчите в блендере мякоть дыни. Приправьте перцем и перемешайте. Полученную смесь отправьте в морозильную камеру на 30 минут. После чего достаньте, перемешайте и верните в морозилку. Повторяйте процедуру каждые полчаса в течение трех часов. Готовую граниту разложите в невысокие стеклянные стаканы. Подавайте, слегка посыпав черным перцем. Если вы любите коктейль мохито и дыню, то почему бы не соединить эти два вкуса? Взбейте в блендере мяту, сок лайма и сахарную пудру. Разбавьте смесь холодной водой и тщательно перемешайте. Нарежьте дыню на небольшие ломтики и поместите в небольшие стаканчики. Залейте их получившейся смесью и поместите в морозильную камеру на пару часов. Подавайте к столу сразу же, пока не растаяло. Баклажаны и дыня. Интересное сочетание. Овощ нарежьте тонкими слайсами и замаринуйте, используя соевый соус и копченую паприку. Затем обжарьте их на гриле по пару минут с каждой стороны. Нарежьте дыню на кубики среднего размера. Оберните каждой из них полоской баклажана и закрепите рулет шпажкой или зубочисткой. И все-таки в дороге жизнь немножечко меняется. Героям нашего следующего материала дома точно не сидится. Они уже и сами сбили со счета стран, в которых успели побывать. В списке обязательных мест для путешествия оказалась и Беларусь. Многие мечтают проводить больше времени в путешествиях, но боятся. Одни страны кажутся небезопасными, другие дорогими, третьи слишком экзотическими. Но сибиряков Евгения и Марину ничего не пугает. Они уже сбились со счета стран, в которых успели побывать. Первая страна, которую я посетил, это была страна Абхазия. Вот, Гагра, Питсунда, Новый Афон, Дача Сталина и так далее. Почему? Потому что, когда ты путешествуешь, каждый раз твое IQ становится все выше и выше. Ты понимаешь культуру людей, ты понимаешь их ценности. Мы поехали в Таджикистан. Это была Средняя Азия, интересно, очень колоритно. Таджикистан, конечно, страна необычная. В каждом городе есть дворец Плова. Ну, то есть, прям вот они, да. Либо замок, либо дворец, да. Или центр Плова. Знаменитая река Сырдарья, которая... Вот мы прям жили с оконами, ну, с видом на Сырдарью. В Европе я была, там, в Италии, в Испании я была. Когда мы приезжали в Татарстан, допустим, в Казань, и я прям иду и понимаю, здесь там Иван Грозный ходил. Вот это же надо. В списке обязательных стран для путешествия оказалась и Беларусь. Знакомства герои начали со столицы. Минск порадовал опрятными улицами, такой близкой советской архитектурой и множеством арт-локаций. После знакомства с сердцем страны отправились по самым громким достопримечательностям. Вчера буквально были в Ниццерском замке и в Ниццерском замке. Здесь действительно есть что посмотреть, да. А те же самые замки, которые мы вчера смотрели, это просто потрясающе. Немига нас, наверное, впечатлила, я бы сказал, больше всего. Да, потому что вот эти старинные домики, да, маленько, кстати, напоминают что-то тоже на Скандинавию. Есть вот у них тоже такие домики. Очень красиво. На набережной. Да, очень круто. Сама площадь очень-очень красивая. Музей белорусской государственности. Обалденный музей. Национальный флаг очень-очень красивый, который мы сфотографировали, он прям атласный такой. Драники, мочанка, верещака. Путешественники отправились и в гастрономический рейд по нашим национальным блюдам. Особую любовь завоевали драники. Ну, например, вчера я попробовал холодник. Правильно говорю, да? Вот, обалденное блюдо, да, сметана, там, огурчик, яичко, да. Я вообще любитель поесть, по мне видно. Вот, то есть классно. Драников мы здесь перепробовали, наверное, ну, уже, наверное, штук 10 разных видов, да. То есть мы приходим, где тут лист драников? Да, да. Потому что у нас в кафе не бывает листа драмиков. Мы обалдели, насколько качественные здесь колбасы, сыры, очень вкусно. Если честно, дома вообще не ем колбасу никогда. А тут, ну, как бы деваться было некуда, и я такая, кусь, о, да такую я бы ела. Если честно, за время она уже две такие небольшие палочки колбасы съела. Никому не скажу. Характерные черты белорусов – отзывчивость и дружелюбие. Евгению и Марине приходилось несколько раз обращаться к людям за помощью, и ни разу они не получили отказ. Я бы, наверное, страну Белоруссию сравнил с Санкт-Петербургом, потому что люди все улыбчивые. У нас ощущение, что никто никогда не торопится. Размеренная жизнь такая. Имеется в виду, что когда ты останавливаешь, бывает, например, в Москве кого-то что-то спросишь, и человек говорит, да, туда, и бежит. А тут как бы мы останавливаемся, и тут вообще все, а вы откуда, а вы что? Завтра мы собираемся ехать в Гродно. Там мы будем три дня, и потом поедем в Брест. Хотим обязательно, конечно, в Брестскую крепость, Беловежскую пущу. Беларусь может удивить даже опытного путешественника. Удивительной красоты природой, старинными замками и средневековыми кварталами, доброжелательными и улыбчивыми людьми. Приезжайте и убедитесь в этом сами. И пусть после наших деликатесов не будет плюса в килограммах. Евгений Александров, Карина Ембулаева, Максим Василевич. Наше утро. Дороги Беларуси ведут в знаковые места. Недавно был опубликован топ-10 туристических объектов, которые, по мнению жителей нашей страны, являются визитной карточкой республики. Это Мирские и Несвежские замки, Беловежская пуща, Брестская крепость, Минск, Несвеж, Мир, Гродно, Брест и Хатынь. Но одна из визитных карточек нашего утра – проект «Формула здоровья». Создаем ее вместе с вами. Летом организм использует различные механизмы для регуляции температуры тела и поддержания ее оптимального уровня. Один из главных механизмов такой регуляции – это потоотделение. В жаркую погоду потоотделение усиливается, что может привести к обострению некоторых кожных заболеваний. Например, различных видов дерматитов, грибковых инфекций кожи, таких как микозы. Давайте поговорим о том, как ухаживать за кожей летом и что делать в случае обострения заболеваний. Дело в том, что во влажной среде быстрее размножаются микроорганизмы, увеличивается их количество на коже. Скопление частиц пыли и грязи секрета сальных и потовых желез могут спровоцировать развитие воспалительных процессов. А как правильно ухаживать за кожей летом? В летнее время стоит отказаться от нанесения средств на кожу, содержащих этиловый спирт. Также не забывайте наносить СПФ-крема, которые будут защищать кожу от солнечных лучей. Не стоит наносить большое количество косметики на кожу. Обязательно пейте большое количество воды. Не стоит выдавливать прыщи. Кожу можно сбрызгивать термальной водой для того, чтобы она обогащалась влагой. Также не прикасайтесь грязными руками к коже. Лучше используйте матирующие салфетки, либо носите с собой платочек. Высыпания могут появиться на любом участке кожи, чаще в кожных складках. Обычно это мелкие зудящие высыпания, которые могут сливаться и осложняться гнойничковыми заболеваниями кожи. При появлении первых симптомов сразу обращайтесь к врачу. А можно ли при обострениях кожных заболеваний загорать на солнце? При обострении кожных заболеваний не стоит загорать на солнце, так как это может увеличить риск развития бактериальных и вирусных инфекций. Лучше всего загорать уже при достижении ремиссии. И не забывайте наносить крема, который назначил вам врач. Дам ещё несколько рекомендаций по уходу за кожей летом. Рекомендую носить одежду из хлопка или льна, которая обеспечивает вентиляцию и не допускает излишнее потоотделение. Обувь должна быть свободной и удобной. Полезны также воздушные ванны. Вести здоровый образ жизни – это лучшая формула здоровья. С вами был Дмитрий Шевцов. И до новых встреч на телеканале ОНТ. Гордины во сне предвещают успех у противоположного пола. А вот белая тюль во сне говорит о предстоящем разводе, инициатором которого станет женщина. Покупка новых гордин во сне сулит безбедную жизнь, но не забывайте сводить дебет с кредитом. Если в сновидении вы вешали гордины, наяву предстоит встреча с неблагородными людьми. Подумайте, стоит ли отдавать им все свои силы. И помните, каким бы ни был ваш сон, главное – не проспите утро. Всем, кто проснулся, и уже с нами доброе утро. 5 августа сегодня отмечается Международный день светофора. В этом году исполняется 110 лет с того момента, когда на дороге зажглись первые электрические огни красного и зеленого цвета. Без этого устройства уже сложно представить улицы современных городов. Да и зачем? Без регулировки транспортного потока может случиться коллапс. И хотя знаки также предназначены для определения очередности проезда, в мегаполисах, где трафик очень интенсивен, светофор справляется с этим лучше. В Минске первый светофор появился в 1938 году на пересечении улиц Бобруйская и Кирова. С тех пор этот автоматический регулировщик прошел эволюцию от семафорных стрелок до светодиодов. Современные светофоры кардинально отличаются от своих предшественников. Сейчас на них можно увидеть анимированных человечков и обратный отсчет, услышать сигнал, который предупреждает пешехода о скорой смене цвета светофора. На сегодняшний день мы работаем вплотную с белорусскими производителями светофоров для того, чтобы разрабатывать светофоры повышенной видимости в тех условиях, когда обычную конструкцию светофора невозможно применить из-за характеристик перекрестка, ширины, геометрии. Ну и в том числе в тех условиях, когда под самим перекрестком находится тело подземного пешеходного перехода, которых у нас очень много в городе Минске. Невозможно разместить большие конструкции, чтобы обезопасить водителя и дать ему своевременно тот сигнал, который он должен соблюдать при выезде на перекрестке. Поэтому есть результаты этой работы, и я думаю, что в ближайшее время вы все это увидите на очень дорожной сети. Ежегодно количество светофоров растет. Сейчас их в столице работает более 800. Первый умный светофор появился в прошлом году на улице Сурганово. Оригинальность его в том, что он подсвечивает дорогу, когда зеленый горит для пешеходов, свет падает на зебру, когда красный на тротуар, где люди ждут возможности перейти. У нас ежегодно применяется большое перечень тестового оборудования с светофорами, которые работают, начиная от средств детектирования, табло вызывного для пешеходов, ну и в том числе светофоров. В том числе дополнительные элементы световые, которые применяются вместе с светофорами и дублируют сигналы светофора, повышая тем самым видимость в местах концентрации ДТП, где систематически водители, приезжая на запрещающий сигнал светофора, совершали наезды на пешеходов. В том числе у нас применяются различного рода светофоры, которые в тестовом режиме эксплуатируются в условиях климата и в условиях трафика города Минска. Все ли светофоры исправны в режиме реального времени следит инженер специализированного монтажно-эксплуатационного предприятия ГУВД Мингрессполкома. Его рабочее место – пульт управления системой дорожного движения. В случае поломки электронного регулировщика на мониторе у сотрудника появляется соответствующий статус. К примеру, если на экране показаны кружочки розового цвета, светофор работает без сбоев. Если же они желтые или красные, значит прибор по какой-то причине отключился. По камерам мы отслеживаем ситуацию на уличной дорожной сети и при необходимости, при заторовых ситуациях возникновения и ухудшения дорожной обстановки включаем определенные планы координированного управления и маршруты зеленых улиц. Это позволяет увеличить длительность горения в определенном направлении зеленого сигнала и разгрузить улицу. То, что водители называют «зеленой волной» – для специалистов план координируемого управления. Зеленая волна позволяет проезжать несколько перекрестков подряд на зеленый сигнал светофора. Например, проспект независимости в центральной части города – это большой набор планов координированного управления, которые меняются чуть ли не каждые полчаса. И говорить по поводу планов координированного управления и зеленой волны в городе Минске, то все основные магистрали, а это въездные хорды и радиальные магистрали – это первое городское кольцо, второе городское кольцо и каркасные улицы, я имею в виду сейчас районного значения, которые соединяют между собой районы, либо хорды между собой, они все в планах координированного управления. То есть количество остановок приведено к минимуму. А вот в спальных районах зеленая волна накрывает нечасто. Связано это с тем, что в приоритете переход дороги пешеходами. Доброе утро! В эфире короткий психологический сеанс и вопрос Ильи из Минска. Наш телезритель пишет, что у него в голове есть четкая установка – если есть деньги, есть жизнь. Если денег нет, жизнь словно останавливается. Да, Илья пишет, что эта установка добавляет ему тревожности, потому спрашивает у психолога, как изменить такое мышление. Павел, доброе утро! Есть ли мысли по такому поводу? Доброе утро! Доброе утро! Понятно, что если есть деньги, то все хорошо, потому что это снимает некоторые напряги. Однако, вы можете попробовать следующее. Когда у вас есть деньги, да, когда они есть, не тратьте, а попробуйте заняться чем-то очень дешевым. Прогулка в парке, рисование карандашом на обычной бумаге, еще что-нибудь такое же. вы увидите, что на самом деле в жизни есть огромное количество занятий, которые не требуют больших финансовых вложений. И значит, даже если у вас не очень много денег, жизнь не будет останавливаться. Когда вы накопите достаточный объем таких наблюдений, вам станет гораздо легче, вот эта установка из головы, ну, не уйдет, но, скажем так, ослабнет. Интересный совет, но у каждого разное количество денег, нехватки денег или хватки денег. Да, понятие вообще о том, сколько нужно для полного счастья. Но в любой непонятной ситуации иди гуляй в поле. Абсолютно точно. Это был наш психолог Павел Загмантович. Задать ему свой вопрос, мы ротеемы. Присылайте письма на наш электронный адрес. Как он называется? Утро.собака.унт.бивай. Правильно. Земельные, имущественные и транспортные налоги можно оплатить единым платежом. Такую процедуру для удобства граждан вводит Министерство по налогам и сборам. Причем внести можно сразу не всю сумму, а разбить ее на несколько частей. Ознакомьтесь с новой опцией, но только после наших полезных советов для автолюбителей. Доброе утро. Что не стоит оставлять в салоне вашего автомобиля на палящем солнце, чтобы избежать неприятных сюрпризов? С вами Павел Максимов. Сегодня поговорим именно об этом. Поехали. Каждый любит оставлять в салоне автомобиля либо в багажнике какие-то предметы. Так вот, некоторые из них опасны для вашего автомобиля. Какие из них, сейчас расскажу. На самом деле, в жару не так страшно солнце для вашего автомобиля, а точнее для предметов, которые находятся в салоне. Ведь от прямых солнечных лучей мы можем защитить салон, а вот от роста температуры, к сожалению, не совсем. И некоторые предметы имеют свойство портиться и от безобидной шоколадки, которая может просто растаять и испачкать ваш салон, до взрывоопасных предметов, таких, например, как баллон с газом. От интенсивного роста температуры газ внутри баллона начнет расширяться. И рано или поздно может произойти бабах. Конечно, воспламенение возможно, но маловероятно. А вот то, что он что-то попортит и хлопком может даже разбить стекла, это 100%. Поэтому в жаркую погоду, когда температура салона превышает 30 градусов, убираем баллоны с газом. Но помимо баллонов с газом, опасны могут быть любые баллоны, внутри которых находится сжатый воздух. Это могут быть какие-то различные полироли, баллоны с краской, они, кстати, взрываясь, хорошо окрашивают салон вашего автомобиля в нужный цвет. Какие-то воспламеняющиеся вещества по типу лака для волос, если вдруг вы его храните в автомобиле, маловероятно, что он взорвется, потому что их баллоны обычно маленькие и в них не такое большое давление. Но, тем не менее, пена для бритья тоже может произвести хлопок и запачкать этой приятной консистенцией салон вашего автомобиля, точно так же, как и монтажная пена. Однако, в отличие от пены для бритья, убрать ее будет довольно сложно. Поэтому исключаем хранение всех баллонов, внутри которых находится сжатый воздух, потому что при нагревании этот воздух начинает расширяться, давление растет, и, соответственно, баллон может не выдержать. Да, конечно, все это маловероятно, но произойти может, и таких случаев, к сожалению, немало. Происходят они постоянно, особенно сейчас в нашу сильную жару, в нашу действительно летнюю погоду, все это может произойти, и неприятно удивить вас, когда вы придете к автомобилю, а у вас с ним что-то не так. Также не следует оставлять в автомобиле банки с газировкой. Эти приятные напитки могут оставить неприятный след на салоне вашего автомобиля. Дело в том, что от сильного перегрева они тоже иногда могут, так скажем, детонировать. Поэтому это, конечно, не так неприятно, как баллон с пеной, но все равно на химчистку придется потратиться. Также не следует оставлять на солнце, здесь уже именно на солнце, зажигалки, потому что они имеют свойство взрываться, делают они это обычно без огня, но все равно собирать пластмассовые осколки по всему салону тоже неприятно. Вот так вот простые, приятные и даже полезные предметы могут оставить вам неприятные сюрпризы в жаркую летнюю погоду. Поэтому избегайте хранения баллонов в сильную жару в салоне вашего автомобиля, не кладите шоколадки на торпедо, а также убирайте зажигалки с прямых солнечных лучей, и все будет классно. С вами был Павел Максимов, катайтесь в удовольствие, еще увидимся! Уже прошло больше недели после старта Олимпийских игр в Париже. Беларусы активно следят за соревнованиями, конечно же, болеют за наших, вне зависимости от того, какой флаг поднимается над пьедесталом. Олимпийские игры, конечно, это всегда подведение каких-то итогов. Хотелось бы поддержать наших спортсменов и пожелать им удачи. В любом случае, несмотря ни на какие ситуации, ни на какие обстановки политические, экономические во всем, дай Бог им удачи и здоровья. Чтобы они старались, чтобы у них все получится, потому что наши спортсмены сильные, целеустремленные, поэтому я думаю, что то, что статус у них нейтральный, это им не помешает. Очень рады, поддерживаем, желаем успехов в дальнейших соревнованиях всем участникам. Поддерживаю наших спортсменов, потому что у нас уже появились медали. И желаю тем, кто еще борется за медали, и так же их достигнуть и получить. Самое главное – это участие, как минимум, и показать себя, и иметь возможность вообще показать себя. Поэтому надеюсь, что у них все получится. Они заработают столько, сколько хотят и приедут с медалями. Мы поздравляем тех ребят, кто получил эти медали, и всем спортсменам желаем удачи, успехов, ну и всего самого-самого. И побед, да, и побед. Порой беспечность на дороге стоит человеческих жизней. Соблюдайте ПДД. Накануне поговорили о безопасности на дорогах с начальником УГАИ МВД Республики Беларусь Виктором Родченковым. Вашему вниманию этот разговор. Виктор Иванович, доброе утро. Доброе утро. Вот есть у нас неприятная статистика, что только на этой неделе на Брещене задержано 26 нетрезвых водителей. Что это? Это шашлыки, пикники, люди расслабляются и садятся за роль в нетрезвом виде? Да, частично и это в том числе. Но, наверное, надо сказать, что в этом сезоне, да вообще в любом сезоне, есть условия, при которых водители должны скорректировать свои основные, наверное, внимания на ту сезонность, которая происходит на дорогах. Понятно, что, наверное, лето 2024 года в Республике Беларусь всем запомнится аномальной жарой. Возрастает усталость водителей, понижается внимание, и в комплексе все это влечет росту вероятности совершения ДТП. Возрастает интенсивность предвыходные-выходные дни. Многие хотят выехать за город, отдохнуть, но после этого отдоха, как правило, тоже наступают негативные последствия, когда в состоянии опьянения точно так же водители садятся за управление своим транспортом. И потом происходит ДТП. Где-то это из-за жары по здоровью водители не совсем готовы к таким условиям, движениям, но где-то на фоне этого теряют тот контроль над собой, начинается употребление алкоголя, а потом впоследствии управление транспортом. Вот про сезонность мы с вами заговорили, и еще одна летняя особенность – это миграция животных. Выбежал лось на дорогу, например, да? Как часто за этот летний период такие ДТП случаются? Есть ли какие-то громкие случаи? Да, действительно, таких ДТП происходит много. Те ДТП, в которых были с тяжелыми последствиями, когда погибают участники дорожного движения, либо получают телесное повреждение, их становится все меньше. Но мелких ДТП с участием дикимых животных мы отмечаем рост статистики их совершения. Что хотелось бы сказать водителям – это напомнить элементарные правила при движении в этих условиях. Когда вы в темноте движете вблизи какого-то лесного массива, лесополосы, конечно, водителям надо проявлять внимательность и всегда думать о том, что в любом месте может выйти на проезжую часть дикое животное. Даже несмотря на ограждения, которые имеются уже по многим участкам уличной дорожной сети Республики Беларусь, мы фиксируем те факты, когда дикие животные сумели их перейти и выйти на проезжую часть. Виктор Иванович, ну а как-то решается вообще эта проблема глобально? Потому что, будучи внимательным, даже все равно тяжело порой так быстро среагировать. Это все происходит просто мгновение. Да, совместно со всеми заинтересованными службами, которые могут повлиять на эту ситуацию, действительно вырабатывается ряд решений. Это и в области обустройства уличной дорожной сети. Это и даже вплоть до того, где находятся кормушки для этих дикых животных, которыми занимаются определенные службы. Вот это все в комплексе работа совместными заинтересованы. Мы все-таки вырабатываем те основные причины и стараемся привести к тому, чтобы этих ДТП совершалось все меньше. Хорошо. Лето, выезды на природу, с чего мы начали нашу беседу. Парковка автодомов. Вот что нужно знать здесь? Есть специальные стоянки вблизи массового скопления граждан, водоемов. На автодомах точно так же участники дорожной жизни занимают все места и там отдыхают. Какие в основном жалобы и нарекания поступают? Это когда действительно в нарушении права дорожного движения, там, где запрещено парковаться на автодомах, люди останавливаются, отдыхают. Естественно, эти сообщения нам периодически поступают, но и в соответствии с действующим законодательством принимаем меры. Но это места разрешенные, они расширяются у нас в Беларуси. Мне кажется, это вид отдыха становится более популярным. Это места, которые предназначены для парковки, они не только для автодомов. В принципе, везде, вблизи всех мест массового отдыха, вблизи водоемов идут планомерно места обустройства этих стоянок. Ну и там, естественно, водители могут парковаться. А вот вообще тему парковок продолжим. А в принципе, городские парковки. Хватает ли сегодня всем мест? И как решаются эти вопросы? Наверное, все отмечают, что на основных улицах и проспектах действительно у нас проблематика не существует. Но существует проблематика во дворах, она остается. Особенно те дворовые застройки, которые сложились ранее, 20 и более лет назад. В современных дворах уже учтены все нормы. Примерно идем из расчета, что на одну квартиру должно быть вблизи новой постройки. Это одно машиноместо. И согласовывая новые проекты по застройкам, мы очень внимательно смотрим на тот момент, чтобы действительно любая жилая застройка при застройке была обеспечена стоянками. Ну а в старой жилой застройке, где проходят капремонты, мы настаиваем на том, чтобы они при капремонте расширялись, эти стоянки. Но проблематика еще остается. Думаем, что благодаря какому-то пониманию и жильцов, и автолюбителей придем к тому, что впоследствии эта проблематика точно так же будет исчезать. Мне кажется, еще один вопрос, который мы должны с вами обсудить, это электросамокаты, которые стали в последние годы очень популярны. И зачастую ими пользуются несовершеннолетние. Хотя, насколько я знаю, есть определенные ограничения даже у тех, кто в прокат сдает, даже в онлайн-приложениях. Вот какую ответственность могут понести, например, родители, если они позволяют своим детям пользоваться сомокатами? Действительно, в Кодексе административных пронарушениях есть ответственность родителей, которые ненадлежащие воспитывают своих детей. И такие факты нами пресекаются. Хотелось бы, да, очередной раз, пользуясь случаем, призвать родителей, чтобы внимательно смотрели, где их ребенок, особенно на каникулах, находится в свободное время. Чем он занимается, какие у него приложения установлены на телефоне, что позволяет ему взять самокат. И точно так же, даже если они приобрели ему самокат, чтобы действительно он, как это согласно правилам дорожного движения, передвигался в дворовой территории, не выезжал на проезжую часть, ну и на остальную уличную дорожную сеть. Виктор Иванович, спасибо большое. Мне кажется, мы такой основной спектр летних проблем с вами затронули. Но надеемся, что они будут тоже решены в скором будущем. Спасибо. Ну, а я напомню, что этим утром у нас в гостях был начальник главного управления ГМВД Республики Беларусь, полковник милиции Виктор Родченков. В детский сад без долгой очереди. Все дошкольники столицы обеспечены местами в этих учреждениях. Правда, не всегда в тех объектах, которые в шаговой доступности от дома. Здесь уже родителям приходится выбирать самое удобное по логистике. Мы тоже сделаем выбор. На этот раз по занятости дня. Исходим из лунного календаря. Пятое августа. Вторые лунные сутки. Можно притворять в жизнь все, что задумали. Улавливайте и впитывайте новую информацию. Впоследствии она может пригодиться. Хороший день для визита к стоматологу. Можно посетить и парикмахера. Но со стрижками лучше не мудрить. Просто обновите посекшиеся волосы. А вот хирургические операции лучше отложить. Если сегодня почувствуете недомогание, срочно принимайте меры. Иначе болезнь может затянуться. Небольшие возмущения в геомагнитном поле. Сила колебаний – два балла. Заботясь о красоте, помните, надо начинать с сердца и души. Иначе никакая косметика не поможет. Все дороги летом ведут в детский лагерь. Почти 400 тысяч детей в этом году отдохнут на свежем воздухе и найдут новых друзей. В Беларуси этим летом работают почти 4,5 тысячи лагерей с дневным пребыванием и полторы тысячи с круглосуточным. В один из них заглянули мы. Вот уже почти полвека в детском оздоровительном лагере «Горизонт» не стихает детский смех. Здесь, среди сосен и елей, царит атмосфера дружбы, творчества и здоровья. Каждую смену более полутора тысяч детей от 6 до 17 лет проживают 18 ежедневных приключений. Я уже пятый раз на смене в лагере «Горизонт» и выбираю я его из-за того, что мне очень нравится здесь атмосфера, очень нравятся вожатые и в целом, наверное, дети, отряды, определенные конкурсы какие-то. Мы здесь гуляем, вкусно кормят, всякие квесты проходим, занятия классные. Здесь вообще все классно. Каждый ребенок мечтает пройти путь от сорокового отряда до самого первого. Поэтому в лагере так много тех, кто возвращается снова и снова. Например, Тимур Раушкин здесь уже в 15-й раз. «Горизонт» выбираю, потому что тут всегда очень веселые ребята ездят. Самое главное – это что в лагере? Это вожатые и ребята, а вожатые в «Горизонте» всегда самые лучшие. И если даже заскучаешь, то можно поговорить с вожатыми, но заскучать тут не получится, потому что всегда всякие квесты, мероприятия, спорт, игры. Тут вообще без шансов. У детей есть возможность поучаствовать и в программах дополнительного образования по разным направлениям. Робототехника – основы актерского мастерства, разговорный английский, лагерь юных блогеров и финансовой грамотности. Я в «Горизонте» восьмой раз, мне 12 лет. Я езжу по две смели в «Горизонт» за лет. Много интересных конкурсов. Вот я сейчас в IT-отряде, у нас робототехники много, 8 занятий. Уже успела сделать одну игру и запрограммировала трех роботов. Я приехала уже во второй раз. Проект мне очень сильно понравился. Каждый раз попадаются очень хорошие вожатые, которые могут поддержать. Очень интересные занятия с психологами, а также финансовая грамотность. Рассказывают по-настоящему полезные советы. Для меня «Кампус» – это самый лучший проект из всех, который есть. Новинка этого года – программа для детей от 15 лет. 16 шагов успешного человека. Наша программа предусмотрена для того, чтобы детки абсолютно разных категорий, в том числе и социальных, которых в нашем лагере достаточно много, могли активно включаться в работу в самом отряде, ну и в дальнейшем в школе могли применять полученные навыки для того, чтобы находить хорошую компанию и, соответственно, добиваться результата в будущем. Чтобы все образовательные программы проходили на высшем уровне, а дети чувствовали себя комфортно, рядом с ними молодые, горящие и грамотные вожатые. Так, более 600 бойцов студенческих отрядов БРСМ прошли теоретическую и практическую подготовку к работе в детских лагерях. Именно так попала воспитателем в горизонт Александра Брусенцева, студентка ПЕД-университета. Мой любимый возраст, младший школьный возраст. Это дети прекрасные, потому что они заряжают позитивными эмоциями. Я чувствую этих детей, я понимаю, что у них, так скажем, в голове, и таким образом мне получается с ними найти общий язык, выстроить коммуникацию и подобрать каждому свой ключик. Здравительный лагерь «Горизонт» — это светлая страна, где под содом солнца встретились друзья. Именно так поется в гимне нашего лагеря. И действительно, это уже страна детства, можно сказать, даже планета лагеря «Горизонт». Нам очень хочется верить, что так как лагерь «Горизонт» любит своих детей, точно так же и нас любят, и детки, и родители. Дети признаются, времени на гаджеты совсем нет, разве что на разговор с родителями, чтобы рассказать, как прошел день. Увлекательные эстафеты, соревнования по футболу, волейболу и настольному теннису, рисование, шашки и шахматы, веревочный городок. Каждый день активно используя для здоровья, чтобы в первое сентября, которое уже не за горами, вступить отдохнувшими и полными сил. Это наше утро, и прямо сейчас минутка модного просвещения в эфире. И сегодня речь о такой вещи, за которой в Шотландии не бегают. Поговорим о юбках. Юбка-тюль — это элегантная и женственная вещь, которая может послужить отличным дополнением к любому образу. Она создает легкость и воздушность, подчеркивает женские изгибы и придает образу романтичность. Главное правило при выборе юбки из тюля — это подбор подходящего верха. Один из самых популярных вариантов — это носить ее с простой белой футболкой или блузкой. Такой образ будет идеальным для повседневной носки или прогулок по городу. Более элегантный образ поможет создать сочетание юбки-тюль с топом или блузкой с открытыми плечами. Подобная комбинация будет уместна на свидании или на вечеринке. Ну, вообще мне нравится. Да, очень женственно. Юбка просто даже. Это уже всегда прекрасно. Да. Это по-женски... Носите женщины юбки. И я в том числе. Точно. 5 августа — первый понедельник последнего месяца лета. Еще есть время оказаться в центре важных событий страны и наполниться впечатлениями. Например, в субботу с Маргони прошел военно-исторический фестиваль. Подробности далее. Сегодня все дороги ведут с Маргон. Здесь развернули настоящий военно-исторический фестиваль. Его посвятили 110-летию начала Первой мировой войны. Сегодня здесь же открыли мемориальный комплекс по линии противостояния. Я скажу, что порядка более 10 раз сам проект проходил изменения, корректировку. И благодаря финансированию союзного государства финансам и районного бюджета. И, конечно же, очень большие финансовые средства также были на безвозмездной основе от наших организаций и Республики Беларусь, и Российской Федерации. Идея создания такого мемориального комплекса появилась в 2006-м. Одни из его авторов – два скульптора с фамилией Артемович. Отец и сын в 18 лет вместе работали над символом той забытой войны. И получился единственный в стране мемориал такого масштаба. Кстати, бронзового гения солдатской славы изначально видели без крыльев, но передумали. А потом мы схватились за голову, так как же гений, да не крылатый. И когда появились крылья, в нем все стало на свои места. То есть, ну, обрело какую-то силу, значимость философическую, историческую. Есть такое понятие поэзии, гений поэзии. Есть такое понятие, как солдатский гений. Есть, в общем, вот такое какое-то плавающее понятие. И мы даже не знаем, что оно собой представляет. Но на самом деле мы понимаем, что солдатский гений – это нечто связующее все подвиги в единое, в целое. Как какой-то победитель большой, как антей, который поднял неморвежную тяжесть. Вот нечто такое, гений солдатской славы. Кто в Сморгоне не бывал, тот войны не видал, говорили солдаты во время Первой мировой войны. Здесь проходила линия Русско-Германского фронта, а бои за сам город продолжались 810 дней. Сегодня здесь вспоминали те события более чем вековой давности. Здесь налево пойдешь. Там и палаточный городок, и фотозоны, и выставка оружия. Направо – реконструкция боев Первой мировой войны. Для гостей и культурная программа, ну а дальше развернули настоящее народное гуляние. Ярослав Брагид, Алексей Шаплов и Александр Пылинский. Наше утро. Дорогами августа мы планируем и воплощаем путешествия. Тщательно готовим маршрут, но вот беда – в дороге укачивает. Почему кого-то укачивают в дороге, а кого-то нет? Об этом накануне поговорили с гостем. В студии была главный научный сотрудник неврологического отдела РНПЦ, неврологии и нейрохирургии, доктор медицинских наук, доцент Ирина Мариенко. Ирина Павловна, доброе утро. Рада вас снова видеть на студии. Доброе утро, Екатерина. Ну что, лет продолжается. Отпуск, отдых, дальние поездки. И вот тут проблема. Кого-то начинает укачивать, кого-то нет. Почему так происходит? Ну, если говорить об укачивании, то это нельзя назвать болезнью. Это на сегодняшний день считается особенностью восприятия человеком различных видов движения. И вот это вот разделение, кого укачивает, кого нет, обусловлено в первую очередь опытом человека, какие движения он испытывал, на чем он раньше ездил, на автомобиле, летал ли на самолете, плавал ли на корабле. То есть это можно тоже натренировать, да? В общем, да. И особенностями центральной нервной системы. Почему это не болезнь? Потому что каждый человек в период своей жизни, хоть раз в жизни, сталкивается с укачиванием. Если говорить о, скажем так, клинических проявлениях укачивания, или ее называют транспортное укачивание, морская болезнь, то основные симптомы – это развитие тошноты, такой сонливости, зевоты, апатии. Ну и самым таким неприятным проявлением, которое может укачивание себя проявить, это, конечно, рвота. И вот эта вот восприимчивость к этим движениям, она у каждого индивидуальная. И самым опасным, и неприятным действительно осложнением является рвота. Она, к сожалению, может быть достаточно интенсивной и приводить к обезвоживанию некоторых наших пациентов. Но некоторые прям действительно очень мучаются с этой проблемой и не могут, в принципе, куда-то ездить, отказываются от поездок дальних. Как себе помочь? Можно как-то вот укрепить? Мы уже говорили, натренировать, да, свой вестибулярный аппарат можно, во-первых. Что еще? Смотрите, во-первых, надо выбирать вид транспорта, который пациент, человек лучше всего переносит. Например, больше всего укачивает людей, в первую очередь, это морской транспорт. Там у 30 до 60% тех, кто путешествует водным транспортом, в первые 2-3 дня переживают эти симптомы. Меньше всего укачивают в самолете. На втором месте автомобили, на третьем месте поезда. Ну и бывают такие синдромы, например, синдром высадки, когда человек летел, хорошо перенес полет, но вот это рассогласование у него ощущения осталось, что он испытывает движение, уже когда он выходит, например, с борта самолета, и вот это укачивание его преследует уже на земле. Помочь себе можно. Ну, в первую очередь, мы обсудили это, подобрать транспорт, который лучше всего переносите. Действительно, можно тренировать. Симптомы укачивания появились, выйти, отдохнуть на свежий воздух и продолжить движение. То есть, в теленаправленно, да? Да, да. Так, сегодня я еду на автобусе две остановки. Да, завтра это уже три. А еще там через неделю можно проехать весь маршрут. Желательно сидеть, например, на переднем сидении и выбирать себе точку горизонта, на котором можно зафиксировать глаза. Это тоже будут убирать симптомы. Самое интересное, что очень полезно использовать солнцезащитные очки. Они тоже являются фактором, который могут снизить симптомы укачивания. Можно использовать отвлекающие моменты, такие как прослушивание музыки в наушниках. Есть исследования, которые доказали очень хорошее влияние на купирование симптомов укачивания, особенно у детей, и нюхать приятные запахи. Например, описано, что именно запах розы тоже снижает симптомы укачивания. А леденцы, например, или жевательная резинка? Если говорить о леденцах, то в первую очередь на сегодняшний день есть данные, что очень полезно леденцы именно с имбирем. И было проведено научное исследование, которое доказало, что есть такое лекарственное средство для профилактики укачивания. Это демендегренат. Так вот, по эффективности они оказались одинаковы. Но если все-таки у ребенка, у взрослого симптомы укачивания повторяются регулярно, а деваться некуда надо ехать, то надо заниматься еще профилактикой, можно лекарственной. На сегодняшний день доступно лекарственное средство, которое надо принимать хотя бы за два часа до поездки. Это в частности вот этот демендегренат внутрь. Но надо помнить, что во время приема этого лекарственного средства он вызывает седацию. И если человек его принял, то он не будет управлять автотранспортом в период приема этого лекарственного средства. Так, но мне кажется, что водителя в данном случае меньше укачивает, наверное, это чаще история для пассажиров. Да, конечно, конечно. Ирина Павловна, следующий вопрос будет очень, наверное, сейчас интересен для всех родителей, потому что может ли невролог запретить детям при каких-то обстоятельствах любимые аттракционы? Вот при каких заболеваниях, может быть, нельзя абсолютно точно отправляться в парк? Ну, аттракцион – это экстремальное воздействие на вестибулярный аппарат, на зрительный аппарат, на проприоцептивную систему. И само по себе вот это вот первое воздействие на ребенка, даже здорового, может вызвать у них симптомы укачивания у любого. Но на сегодняшний день мы не рекомендуем использовать аттракционы детям, у которых есть судорожный синдром в анамнезе, у которых установлена эпилепсия, у которого есть сердечно-сосудистые заболевания с нарушением ритма, с потерей сознания. Ну и если какое-то хроническое заболевание в стадии обострения, то, конечно, тоже в этот период аттракционы нецелесообразны. Мало того, стоит обращать внимание и на ортопедические дефекты, которые есть у детей. Почему? Потому что надо сесть, надо закрепиться, и порой это тоже является фактором, который провоцирует травмы. Особенно это касается и водных аттракционов. То есть те самые горки, да? Да. Хорошо. А с какими неврологическими форс-мажорами можно столкнуться при длительном перелете? Мы с вами сказали, что самолет – это один из самых безопасных с точки зрения укачивания вида транспорта. Но какие-то проблемы могут возникнуть при длительном перелете? Поэтому человека, который отравляется в дальний полет, зная свои какие-то хронические состояния, либо ситуации, которые могут с ним случиться, желательно, опять-таки, профилактировать эту ситуацию. И, кстати, вот этот демендегринат в данном случае тоже будет полезен. Ну и иметь в аптечке лекарственные средства, например, для купирования мигрени, либо средства для купирования артериальной гипертензии. А если никаких хронических заболеваний нет, могут ли возникнуть какие-то форс-мажоры? Ну, у форс-мажора может возникнуть в любой ситуации. Самолет – это одно всего лишь из мест, где это может произойти. Сам по себе полет – это не провокатор. Но есть люди, которые боятся летать, поэтому у них может развиться паническая атака. Но на сегодняшний день есть аптечка неотложной помощи на борту самолета. И эта помощь может быть оказана. Ирина Павловна, спасибо большое за рекомендации и за интересную беседу. Спасибо вам. Но я напомню, что у нас в гостях была главная научная сотрудник неврологического отделения РНПЦ неврологии и нейрохирургии, доктора медицинских наук, доцент Ирина Маренко. Ежегодно в первое воскресенье августа отмечается День железнодорожника. Это профессиональный праздник, в котором заслуги работников железнодорожного транспорта и достижения отрасли под особым вниманием. С нами на связи начальник станции «Минск-пассажирский» Александр Дрожа. Доброе утро. Всем доброго утра и хорошего настроения. Белорусская железная дорога уже долгие годы является надежным партнером в части перевозок грузов и пассажиров. Осуществляя перевозку миллионов пассажиров, тонн груза, белорусская железная дорога удовлетворяет не только транспортные потребности пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей, а также вносит достойный вклад в экономику Республики Беларусь. Убежден, что мои коллеги-железнодорожники и в дальнейшем смогут надежно и качественно выполнять свои обязанности и осуществлять перевозку грузов и пассажиров по территории Республики Беларусь и за ее пределы. Уважаемые коллеги-железнодорожники, поздравляю вас с нашим профессиональным праздником – Днем Железнодорожника. Всем хочу пожелать крепкого здоровья, счастья в труде и успехов в личной жизни. Спасибо большое и с прошедшим праздником! Министерство внутренних дел ускорит изготовление и выдачу паспортов. Теперь Центр персонализации документов перейдет на круглосуточный режим работы. Все для нашего удобства. А для бодрости дня – зарядка. Доброе утро! Сегодня поможем нашим мышцам стать эластичнее, а телу более гибким. Начинаем растяжку. Сидим. Одну ногу подгибаем под себя, вторую перекидываем через колено. Опираемся на руку из этого положения, поднимаем таз вверх и тянемся за рукой. Хорошенько растягиваем боковые мышцы, ягодичное бедро. Хорошенько расслабляемся. И плавно опускаемся. Живот подтянут, спина ровная, не теряем контроль в мышцах. Для второго упражнения сидим. Одна нога прямая, вторая согнутая. Ставим ее на стопу. Опираемся на руку сзади и выталкиваем таз вверх и прогибаемся в пояснице. Почти становимся в мостик. Меняем положение ног. То же самое в другую сторону. Упражнение непростое. Здесь важна сила мышц. Постепенно увеличивайте количество повторений. Становимся на колени с упором на прямые руки. Вытягиваем ногу назад и разворачиваем ее, опуская бедро на пол. Руки остаются на месте, плечи опущены. Скручиваемся в пояснице и задерживаемся на несколько секунд. Расслабляемся, чувствуем легкость в мышцах. Аккуратно возвращаемся и делаем все то же самое в обратную сторону. Такая тренировка вернет нашему телу легкость и сделает каждое движение комфортнее. Отличного дня! И пускай спорт станет вашей хорошей привычкой. Одна сэкономленная минута может стоить жизни. Об этом нужно помнить всякий раз, когда хочется перебежать дорогу в неположенном месте или на красный свет. А вот можно ли начинать переход проезжей части на мигающий сигнал светофора, расскажет начальник отделения организации межведомственного взаимодействия пропаганды безопасности дорожного движения Главного управления ГАИ МВД Беларуси Вероника Романькова. Доброе утро! Доброе утро! Согласно правил дорожного движения, пешеходу запрещено начинать движение в случае, если на светофоре загорелся мигающий зеленый. Но в случае, если пешехода мигающий зеленый застал на середине пути, то пешеходу обязательно необходимо закончить переход проезжей части либо закончить свой путь до ближайшего островка безопасности. Спасибо большое! Берегите себя! Дороги Беларуси есть не только на суше, но и на воде. Прокладывать путь через реки страны могут те, кто давно мечтал отправиться в водный сплав. Новые впечатления вам гарантированы, а мы подскажем лучшие маршруты. Одна из самых чистых рек Минщины – Сула. Ее длина 76 километров, но песчаная, а вода очень чистая. Сплав несложный, доступный участникам без опыта походов. Любители фотографии оценят наличие исторических объектов по ее берегам. Река Сарьянка хороша тем, что ее можно пройти за два дня. На ней есть несколько интересных каменистых перекатов, а на берегах много достопримечательностей. Например, самая северная церковь Беларуси – Васвея, руины старинной усадьбы и заброшенный парк. Река Виллия – просто мечта для любителей байдарок. Ее русло весьма широкое, но в то же время извилистое, так что скучно не будет. Через каждые 15-20 минут сплава есть стоянки. Течение Вилли небыстрое, средняя скорость 2 км в час, и это очень удобно для новичков. Ислач – пожалуй, самое популярное направление у любителей водных путешествий. Секрет ее успеха в живописных окрестностях. Кроме того, вода здесь удивительно чистая, что позволяет любоваться не только берегами, но и тем, что под байдаркой. Большое количество коряк, упавших деревьев и крутых поворотов добавляют по ходу динамики. Сплавиться через Налибокскую пущу можно по реке Уса. Сама она небольшая – всего 75 км. На пути часто встречаются сюрпризы в виде коряк и нависающих прямо над водной гладью веток. Густые леса на берегу и живописные стоянки точно подарят незабываемое впечатление. Белорусские драники до Китая доведут. Именно с этим блюдом гомельчанка Оксана Черкас заняла первое место на Кубке поваров, который проходил в восточной стране. Ничего удивительного, наш картофельный блин попадает прямо в гастрономическое сердечко с первого укуса. Кстати, завтраки от Германа Титова тоже с этим справляются. Как говорят у нас в Белоруссии, помидор много не бывает. Я предлагаю очень интересный и необычный рецепт. И это будут блины на томатном соке. Внимание, с вялеными томатами. Для этого нам понадобится творожный сыр, мука, молоко, растительное масло, вяленые томаты, томатный сок, яйцо и зелень. Берем яйца и смешиваем их в нашей прекрасной миске. Чайная ложка сахара. Перемешиваем все это делом. Выливаем стакан молока сюда же. И стакан томатного сока. Перемешиваем. Получился у нас такой вот бордовый. Теперь сюда нам нужно что добавить для блинов? Ну, помогайте. Правильно. Мука. Сразу добавим ложек 6. Потом будем смотреть по настроению. Будем смотреть. Теперь задача все это дело перемешать. Ну, давайте пробовать. Ну, смотрите. Неплохо получилось. Очень даже неплохо. А, забыл. Растительное масло. Вот, это лайфхак. Для всех, чтобы не пригорали блины. Чуть-чуть масла. Поехали жарить наши блины. Для первого блинчика можно чуть-чуть вот так налить. Нашего растительного маслица. Ой, друзья, я волнуюсь. Не знаю, как вы. Вы, наверное, переживаете там за меня, да? Правильно делаете. Делаем тонкие блинчики, друзья. Тонкие стараемся сделать. Пока готовится блин, делаем с вами начинку. Нарезаем мелко наши вяленые томаты. Отправляем наши томаты в отдельную, в отдельную мисочку. Я их мелко порубил, вот так. Получилось интересно. Дальше берем творожный сыр. Добавляем его сюда, к нам в мисочку. Зелень берем петрушку и укропчик. Я предлагаю все взять. Такой микс будет у нас с вами. И отправляем нашу зелень к сыру творожному и вяленым томатам. И все это дело вилочкой нежно, аккуратно переминаем. Герман, цветов в деле. Раз, два, три. Есть! Ну, а у меня не бывает по-другому. Вы думали, что первый блин комом? Ничего подобного. Смотрите. Это просто шедеврально. Я впервые делаю красные блины. Класс! Итак, наши блины, томатные блины готовы. Выкладываем нашу начинку на этот блин. Теперь заворачиваем наш блин. Ну что ж, вот такая красота. Да еще и на такой красивой тарелке. Контраст цветов. Ой, просто идеально. Идеально. Вот так кладем наш блинчик один на один. И для украшения я возьму веточку петрушки. Мой любимый момент программы, это когда я пробую, что же я здесь сделал. Ну, выглядит красиво, честно скажу. Вот прям, я не знаю, ну, Мишленовская минимум. Звезда. Зажглась на небосклоне кулинарного искусства Республики Беларусь. Ммм, необычно. Творожный сыр, вот этот кисленький получился. А, эти кисленькие томаты. Ммм, блинчик. Ну, не сильно томатный у меня получился, но такой отголосок, помидор там есть. Легкий, очень будет легкий завтрак. Почему не холостяцкий? Конечно, холостяцкий. У меня всегда все быстро и вкусно. Если вы сейчас смотрите завтраки холостяка и говорите, да что Тантамон делает, я умею гораздо лучше. Это значит, я жду тебя на своей кухне. Пятый сезон шоу «Народный повар». Друзья, заполняйте заявку, отправляйте ко мне на ящик. Поварсобака.ОНТ.БИВАЙ. Я рассмотрю все заявки и, возможно, именно ты появишься на моей кухне. Вот такие завтраки – это мой самый любимый прием пищи. Поэтому я всегда желаю всем экспериментируйте на кухне. Делайте сладкие, кислые, горькие завтраки. Главное, чтобы было интересно вам и вашим близким. С вами был Герман Титов и мои холостяцкие завтраки. Всем пока! Наше утро. Пусть этот понедельник для вас будет приятным. И легким. Настраивайте внутренний навигатор только на хорошие события и важные цели. И идите к этому всему уверенно. Пусть ничто не собьет вас с пути, а дороги оставшегося августа только радуют. Не забудьте проложить свой интернет-маршрут до нашего YouTube-канала и Instagram. Ищите наше утро, смотрите все самое интересное и подписывайтесь. Обнимаемся! До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!